привет сегодня поговорим с вами про феникс pd-35 это новиночка pd-35 это как бы ну изначально не новая модель по-моему 2013 года на изначально выпускается может быть даже еще раньше но сейчас это обновленная модель именно такая модификация в 20 35 пд и само собой есть обновление во первых это большая дальность луча это большая мощность это более такие современные технологии в плане кнопочка например вместо силиконовой теперь у нас металлическая это индикатор уровня заряда то есть когда мы нажимаем они тут мы включим вот тогда когда включаем соответственно вот мигающий зеленый то есть когда горит зеленый то максимальный заряд аккумулятора мигающий зеленый тоже как бы хорошо потом там будет у нас красный мигающий красный ну как бы вот это все при общем-то использовании эксплуатации вы понимаете сколько заряда у вас осталось что довольно удобно и кстати говоря увеличено еще максимальное время работы то есть минимальный режим как бы энергопотребления все оптимизирована то есть до 430 часов максимальная продолжительность работы что тоже очень круто 1000 люменом выдает на так довольно компактный корпус то есть вот по своим габаритам он компактный его можно носить в кармане то есть вот эта вот самая толщина она еще такая позволяет когда голова фонаря немножко по объеме то есть сам фонарь может быть и компактный да ну но голова чуть побольше, это реально очень чувствуется в кармане, практически всегда обременительный. Здесь вот этот, наверное, максимум размера, который еще пока реально носить с собой ежедневно, даже в кармане, и, наверное, это такой оптимальный форм-фактор по соотношению мощности, дальности, наворотом вообще, в принципе, и еще пока возможности его ношения, чтобы постоянно был фонарь с собой, то есть, чтобы это не обременяло ни по весу, ни по габаритам. Кстати говоря, если говорить про вес, то заявлено, по-моему, 88 грамм без аккумулятора, но кто носит фонарь без аккумулятора, я замеряю с аккумулятором, и у меня получается 135 грамм по моим замерам, причем у меня фениксовский АКБ. Далее, написано сразу такими вот прям яркими буквами, что запрещено использование аккумуляторов с USB разъемом. Такой аккумулятор длиннее обычного и может стать причиной поломки кнопки, как заявлено почему-то на сайте официальном. Но как может аккумулятор с USB сломать как бы кнопку, если тут стоит пружина? Мне не совсем это понятно, и само собой первое, что я сделал, так как у меня есть такой аккумулятор, я установил аккумулятор с USB разъемом и, в принципе, пользуюсь им уже какое-то время. Да, я вот так вот рискнул поломать кнопку. Но не совсем так правильно говорить, потому что, смотрите, я поставил, и у меня все вот так вот ушло. Я посмотрел, что здесь у нас есть пружина и никаких проблем я не увидел, честно говоря. Ну, может быть, более длинный есть АКБ с USB разъемом. Не знаю, то есть закручиваюсь и никаких проблем не вижу. То есть вот использую, не чувствую. Я, конечно, первый раз аккуратничал. Думаю, вдруг сейчас правда кнопка поломается. Ну, честно, по-моему, как-то перестраховываются фениксовские работники в этом вопросе. Установлен здесь светодиод американского производства. Это КРИ-XPL-Хай в 3 лет, так он называется, с сроком службы диода 50 тысяч часов. Для изготовления рефлектора применяется алюминий. Рефлектор здесь гладкий. Вот, то есть мы можем видеть, что сделано для того, чтобы дальность луча была реально хорошая. Бизель, вы видите, здесь вот используется, защищает стекло. То есть он однозначно, стекло немножко утоплено вовнутрь, для того, чтобы в случае падения, например, фонаря не разбить стекло. Да, это, кстати, хорошо. И обычно они заявляют, здесь у нас, смотрите, что можно падать у нас с одного метра. Ну, по крайней мере, это, так скажем, гарантирует производитель, что с фонарем ничего не случится. IP68 степень влагозащищенности. То есть это на полметра, по-моему, или даже на два метра, да, получается, на полчаса можно его погружать. То есть, в принципе, вполне себе ничего. Для изготовления самого фонаря используется специальный анодированный алюминиевый сплав с очень твердым анодированием по стандарту третьему. То есть это именно самая твердая степень анодирования, которая, в принципе, существует сейчас вообще. По линзе, кстати, мы что-то вышли от нее. Это закаленное минеральное стекло со специальным антибликовым покрытием. Там максимальная яркость – это 1000 люмен, и для того, чтобы обеспечить 250 метров дальности максимальной здесь за счет вот этих, ну, 1000 люмен и 250 метров дальности. То есть, в принципе, для этого стекло используется тоже не абы какое. Да, мы можем посмотреть, что в турбо-режиме фонарь способен проработать 2 часа 50 минут. Правда, у нас есть ссылка со звездочкой. То есть это у нас время суммарное, с учетом того, что фонарь при перегреве может, конечно же, понизить свою яркость. То есть если будет охлаждение хорошее, там, на морозе и так далее, то это будет время вот такое. Но оно скорее будет суммарное, то есть он будет выключаться, потом чуть остынет, опять включится. Но не полностью будет выключаться, а переходить в более слабый режим. У нас самый слабый режим – это получится 3 люмена и 430 часов. Ну, 50 люмена вы можете видеть, да, и по расстоянию 250 метров максимум. Вот, ну, в принципе, даже в режиме 350 люмена он способен работать 5 часов 10 минут, 157 метров светить. И в этом режиме он не будет понижать свою яркость. Вот такие вот моменты. По аккумулятору. Само собой, можно использовать аккумулятор 18650. Он, кстати говоря, не идет в комплекте. И здесь нет какой-то возможности заряжать его через USB. Это такой, ну, скажем так, определенный момент минуса, может быть, даже этого фонаря. Потому что сейчас я привык, что USB уже для фонаря является определенной нормой. Но, видите, можно фениксовский, по крайней мере, вот аккумулятор с USB я поставил, пользуюсь. Уже все им светил, уже неоднократно включал. Даже давал ребенку поиграться, он там щелкал этой кнопкой. Никаких проблем я не заметил. Поэтому, в общем-то, проблема, в принципе, решаема. Либо если у вас есть зарядка, либо покупайте вот такой вот аккумулятор. И, ну, аккуратненько попробуйте. Но у меня все работает. Значит, можно, конечно же, использовать батарейки CR123A. Их плюс является то, что при каком-то большом таком, ну, морозе, при сильном морозе, да, они более морозоустойчивые, чем аккумуляторы. То есть, дольше они, в принципе, держатся. Ну, или, в принципе, если вам там так удобно, то можно использовать и такие батарейки. Модель имеет степень защиты от обратной полярности. Вот индикатор уровня заряда я вам уже показывал. То есть, как бы в головной части. Клипса, кстати говоря, съемная. Она стальная, но в случае чего вот ее можно вот так вот раз и снять. Мне нравится клипс располагать напротив кнопки для того, чтобы в темноте не искать, где же кнопка расположена. То есть, вот так напротив клипсы ставишь ее и кнопку всегда находишь, ну, более легко и удобно. Защита от случайного включения. Смотрите, если мы нажимаем вот включить фонарь и чуть-чуть поворачивая, например, голову фонаря, вот буквально чуть-чуть, то все, фонарь уже больше не включится. То есть, повернули чуть-чуть голову и фонарь включится. У него есть память последнего режима. То есть, сейчас это было максимум и в максимуме он будет включаться. То есть, причем можно повернуть либо голову, либо вот эту вот заднюю часть фонаря. То есть, и то, и другое можно чуть-чуть повернуть и будет тот же самый эффект. То есть, раскрутить фонарь можно вот в этом месте и раскрутить можно фонарь вот в этом месте, в двух частях. Поэтому любую часть, какую вам удобно, чуть-чуть повернули, буквально вот там на несколько градусов. И бросили его куда-то там в рюкзак, в сумку То есть вы не переживаете, что он случайно нажмется Хотя случайно нажать на эту кнопку крайне сложно Но это такой именно вариант транспортировки Случайно нажать крайне сложно, потому что кнопка довольно, ну, все-таки туго нажимается Вот там, ладно, мигнет это относительно аккуратно А в принципе, чтобы прям вот сильно продавить Опять-таки у нас здесь есть такие вот стальные моменты, которые защищают дополнительно Вопросов особых нет В комплекте В комплекте у нас идет чехол специальный на пояс, чтобы носить У нас есть в комплекте шнурочек У нас есть, ну, тут надо, в общем-то, смотреть полностью Там есть уплотнительные колечки То есть, в принципе, комплектация довольно стандартная для фонарей Fenix Что бы еще хотелось сказать Что гарантия на него составляет 5 лет с момента приобретения Если приобретаете через официального дилера Ну, в России, например, это Fenix Russia RU В Украине это Fenix UACOM Вот, ну и, соответственно, далее тоже по списку Если официальный дилер, то проблем никаких нет Я вам оставлю ссылочку в описании под видео По вот этому коду фонарь легко пробивается Этот же код соответствует вот этому коду Вот здесь И, соответственно, вы всегда можете получить гарантию Если вы приобретали, так скажем, беловезенный Официальный, официально продаваемый фонарь Причем, кстати говоря, стоимость у него адекватная Поэтому я бы рекомендовал вам именно приобретать Через официального дилера с сервисом С быстрой доставкой, с гарантией Со всеми вот такими моментами Фонарь понравился Мне реально нравятся вот такие вот модели Которые компактные, удобные в ношении Мощные за счет 18650 И, в общем-то, мне такая модель всегда нравилась И нравится по сей день Спасибо большое Феникс Рошару За то, что предоставили этот фонарь на обзор Ссылочки в описании Подписчикам, которые ставят лайки Пишут комментарии Огромное спасибо Всем удачи, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok